Всем привет! Давайте начинать понемногу. Вруто, что начинается геймдэйв сезон. Давайте начнем в Одессе в этом году. Саша. Сегодня холодно так, и хорошо, что мы вообще все доехали, собрались и согреемся сегодня здесь. Яркими геймдэйв дискуссиями, чаем в том углу, лимонадом от Егора на перерывах. В общем, ребята, участвуйте, разлаждайтесь. Спасибо всем, что вы здесь. Давайте не будем затягивать и поприветствуем первых спикеров наших гостей из Киева. Это Ваня и Игорь. Поприветствуем. Мы работаем в компании GTP Media. Два основных направления, которым мы занимаемся, это PR-агентство для игр. А второе — это мы организовываем онлайн-кубок инди-игр, GTP Indie Cup. И мы ввиду этого часто ездим на конференции. У нас где-то, наверное, около тридцати на двоих. При этом мы выступали в самых разных ролях. Ваня как X-PlayerX был и со стороны крупного стенда, который хирил. Мы были и как инди-разработчики, и как представители сервисной своей компании. Поэтому у нас очень разнообразные в плане конференций. Мы все рассказали и забыли, собственно, на самый слайд показать с приветствием. В общем, это скриншот из видео одного из топ-ютюберов Markiplier'а, в котором наши имена указаны. Один из наших клиентов — игра PUS. Такой, есть какая-то дикая игра PUS. Он ее стримил, и нам удалось к нему прорваться. Он даже на полтора часа видео интересовал. Вот. Ну, вероятно, он все в сеть. Да. Когда вы собираетесь на конференцию, нужно четко понимать вообще, зачем вы туда едете. Мы обычно задаем вопрос. Кто знает разницу между B2B и B2C-конференцией? Поднимите руку. О, тут результат даже лучше, чем на Dims. Да, там групп было меньше. В общем, кто не знает, B2B-конференции — это бизнес-конференция. B2C — это для обычных посетителей. То есть B2B — это тот же тот Гамм, Games Gathering. White Nights. Да. B2C — это Gamescom, ну его основная часть. Даже киевский Комик-кон можно считать. B2C конференцией нам тоже есть. Да, кстати, в следующем году на Комик-коне, который основной. Комик-кон большой, новый. Да, который играет, не киев. Вот. Там будет, скорее всего, шоу-кейсинг гига. Потому, заранее, потому что… Есть, что пишите нам. Да. Кстати, потом сейчас скажем про пишите нам. Насчет целей. Нужно решить для вашего проекта, какие сейчас конференции нужны. B2B или B2C. Какие вам регионы интересны. Потому, что вы хотите выйти на какой-то определенный рынок. Нужно именно туда ехать. Какая цель поможет. Что взять? Мы об этом детальнее поговорим в B2C. Потому, что условно на B2B вам нужны визитки, список встреч и прочее. Вам нужен хорошо заученный питч. Да. И нормальный демо-билки для роликов. Вам не нужен мерч. Вам не нужно никого условно чем-то подкупать. Да? Вам нужно четко следовать своим бизнес-интересам. Да. На B2C нужно целый чемодан, если не больше, вести всяких вещей. Он играет на B2B пластиковые головы карта. Там еще будет слайд об этом. Мы про B2C расскажем отдельно. Перед тем, как ехать, вы должны знать, что вы там будете делать. И если где-то несколько человек, у каждого должны быть свои обязанности. Ну, это будет очень критично. Да. Очевидно, заранее нужно составить список всех людей, компаний, которые вам нужны. Вплоть до того, что когда один из наших клиентов ехал на B2C, мы ему составили целый документ с именами, компаниями, фотографиями, чтобы этих людей было проще найти где-нибудь там. выловить. У нас есть пример одного нашего общего знакомого, который очень хотел бы выловить, Дэнтона Глина, который прианноун в PUBG. Он его подкараулил под фуалетом. из-за чего у него была цель, и он ее достиг. Да. Ну и традиционный вопрос. Конференции большие, людей много, как в СУСКИ. Те самые B2B-конференции. Если вы едете со стендом, что, в общем-то, не обязательно, но это тем не менее. Если вы едете со стендом, в принципе, сильно разгоняться не обязательно. Там должна быть партовая информация о вашем тексте, музыки. Особенно ваш стенд – это место встреч. Да. А дальше в разделе B2C мы покажем, как может выглядеть яркий стенд на конференцию для игроков. Но на B2B, условно, это ваш спор, где вам удобно встретиться с издателем, встретиться с инвестором, встретиться с сервисными компаниями. То есть, по сути, не обязательно тратить на это какие-то бантические деньги. Вы уже, условно, заплатили за тот же билет, там, за отель, еще что-то. То есть, опять же, фокусируйтесь на своих целях. Потому что это важно, раз Копис приводит к точному результатам конференции. Да. Второй пункт самый важный на профессиональных конференциях – это то, с кем вы должны встретиться. На всех таких конференциях есть митинг-системы, в которых практически все регистрируются, и их нужно чекать за месяц, за две недели, за неделю. Я задам вопрос. Кто был на B2B-конференции? А кто наслаждал встречи раньше, чем за две-три недели? О, супер. Правильно. Да, то есть, вообще, изначально лучше даже, если вам конкретно совсем точечно нужен какой-нибудь человек, лучше заранее с ним списаться где угодно – Facebook, почта, LinkedIn, где удастся ставить и договориться с ним. Потому что часто бывает, что вы регистрируетесь в митинг-системе, находите нужного человека из Apple и видите полностью заложенную обжарку. Да. Это может быть за две-три недели для обжарки. Если что, туалет – это вариант. Да. Точно так же, как и в точке с кофе. И бар. Да. Значит, митинг-система обязательно раз в какой-то за месяц, две недели, неделю, чекаем, кто новый и смотрим все интересующие компании. И даже если там хоть как-то вам этот человек нужен, все равно назначайте встречу, потому что, ну, мало ли как вы можете друг другу как-то лезвать. Важный лайфхак – лезвь регистрируется позже у всех в митинг-системах. Она обычно либо не регистрируется, либо регистрируется позже у всех. Поэтому даже в последний день имеет смысл проверять аджеты. Аджеты первые. Аджеты первые. Аджеты первые. Вот. Если вы едете в манагером, как вот Светяна Путинаш говорил, у всех доступят свои задачи. То есть вот один человек постоянно следит за тем, чтобы была достаточно верча и вообще речей, которые раздаются, чтобы остальные на это не отвлекались. Что-то вы купили на один, он там общается с партнерами и с прочим. Кто-то… Вот мы по Эриксе часто на конференциях, на второй день, когда все после вечериночки утром хотят пить, мы всегда выделяли человека, который по всем столам на конференции распадал цифровизированную воду. То есть даже с позиции разработчика никто вам не мечтает условно сделать пандеробную вытечку спрашивания клейки или еще что-то такое и у себя на стенде это выдавать. То есть это реально работает, это привлекает внимание, это положительно располагает собеседника с утра, особенно на встрече. Вы можете банально, хоть можно, чтобы купить, срезать ее этикетки и наклеить свои, что мы тоже когда-то делали, когда нам брендированные не успели дойти. Я касательно разделения ролей хочу добавить на живом примере. Может вы видели часто на шоу-кейсах, где есть Артема Свободина проекция Авиаденчер. Мы ездили в Сиенту на Casual Connect и мы ездили вдвоем специально именно по причине разделения ролей. Там был спрос на шоу-кейсе и были конкретные бизнес-задачи. Это встретиться с Nintendo, это попытаться найти издателей и инвесторов. У нас максимальная задача по бизнесу. Мы принялись постоянно. Кто-то шоу-кейс в проект и показывал это тем, кто может потенциально стать партнером или издателем или еще кем-то. Кто-то бегал по митингам и конкретно там вылазливал нужных людей. Иногда мы поймали вообще случайно на выходе из выставки на второй день и человек не регистрировался в бизнес-системе. То есть это еще раз о том, что цель эта важна. То есть если у вас есть эта цель, вы все время держите в опусе, у вас получится. И если вам случайно у того, кстати, этого человека из платформы, например, то вы прям… если он не может, хотя бы меняйтесь визитками. Если у него нет визиток, просите смотографировать последнюю, дайте свою, еще что-то. То есть максимально как бы извлекайте людей за то, которое… обождение. Специальные мероприятия, да. Как правило, на всех конференциях есть какие-нибудь вечеринки помимо основной. На Gamescom есть закрытые стенды, на которые нужно до конференции регистрироваться. Старайтесь выяснить там у старших коллег или у кого-нибудь, кто знает, что еще происходит. Проверяйте на Eventbrite. Мы это покажем в конце специальных ссылочек. Есть этот классный портал Eventbrite. Там обычно все вот эти вечеринки закрыты, на которые нужно Eventbrite или на которые нужно заинтересоваться. Они, как правило, все через Eventbrite идут. То есть вы, в принципе, если не условно, в Берлине на WhiteNight, вы можете открыть Eventbrite в первый же день конференции утром и просто просмотреть список ивентов, даже не зная найти этот ивент, зарегистрироваться туда и попасть. Ну и если уже вечер совсем закончился, в вечеринке уже тоже подошли к концу, проверяйте бар в лобби этой скиньцы, которые проходят конференцию. Все всегда возвращаются допивать туда. Это самое лучшее место, встретить Nintendo, встретить нужного вам универстора, издателя или партнера, потому что все они останавливаются в этом отеле, как Павел. Если это не домашний город. Да, и мы вот на одной из последних конференций, то, что было и нужного нам человека, мы все закончили, поехали, просто перебить уже. А вот как раз единственный человек, который партс у нас вышел просто тет-а-тет, разговор за душу на 2 часа. Ну и все перечисленные пункты ведут к тому, что утром будет очень хорошо. Сейчас многие на сценах уже раздают Алька Зельцер, и, кстати, к вопросу Павла Козельца очень важны. Если вы знаете, что вы не умеете пить, то лучше приходить на вечеринку и не пить. У нас очень много кейсов среди знакомых и просто очень неравных историй, когда весь бизнес заканчивался в первой же вечер конференции, на второй уже как бы не было смысла приходить. Алька Зельцер. Да, переходим в конференции, на которых можно встретить непосредственно свою аудиторию будущего и начать ее строить от этой конференции. Тут уже сильно играет роль ваш стенд, чтобы он был максимально ярким. Можно переключить вперед. Этот стенд и припуск на пакс. В бостоне, да? На перечинах. Если вы видите, это все стоит невероятно дешево. Это плазма, которую дают организаторы, и задние, которые качают от организаторы. Мы привезли условности ситки, маленький постер, пинопластовые буквы, геодную енту, и головы кота. Да, это было авторское изделие 3D-приты. Это было очень сложно объяснять тому же, потому что у меня головы кота в коробке. Но, тем не менее, этот стенд стоит практически ничего, но ни один из посетителей не прошел дни. Мы визиты раздали за полтора дня и с трех дней. При этом мы знали, какое количество людей там, и мы брали, соответственно, количество визитов. То есть абсолютно все говорили, что его видно с любой точки, потому что он весь светится, он супер-супер, и как бы подходили просто посмотреть, что там происходит. То есть это очень важно, чтобы люди к вам подходили сами. Потому что, как правило, то, что мы наблюдаем на шоу-кейсах, происходит так. Стоит интерес-разработчик, его игра, и к нему подходят другие интерес-разработчики. Вам нужно собирать свою аудиторию, собирать core-аудиторию, собирать ребек именно от игроков, а не от коллег, которые пошли перекусить и зашли потом на наш стенд. Поэтому абсолютно не стесняясь. Если вот нет возможности там яркий стенд придумать, или же если он есть, вы все равно должны подходить к каждому, чтобы на минутку остановился и за руку тянуть поиграть. Без этого, ну как бы, у вас трафик просто будет реально минимум в два раза меньше на стенде. Это проверено вот уже где-то на десяти разных ивентах. Если не только человека, который заинтересовался, половина очень стеснительная и не подойдет. Ну, бывает еще хуже вариант, когда разработчик сидит на стенде, мы с просниматься к следующему виду, там что-нибудь в телефоне, классе. И ты как бы просто не хочешь туда подходить. Да, ну, то есть так можно было и дома посидеть. То есть это вот там в день, два, три, когда можно свою аудиторию начать строить. Ее нужно переступить через себя и херать, в общем. Да, максимально старайтесь использовать в чьем-то время. Пресса, да, ее не всегда легко выловить, она не всегда ингестрируется в мутинг-системах и часто отклоняем встречи. Но обычно у E-Page другого цвета все равно нужно выловить. На интерконференциях есть пресс-час. Заранее уточните у организаторов как раз. Они, как правило, о этом говорят, но да, лучше заранее готовиться к этому, потому что если вы знаете, что условно вечером первого дня есть крутая вечеринка, а утром второго дня пресс-час, а сейчас будет открытие конференции, то вам надо расставлять приоритет. И это важно. Также есть такая практика, как пресс-листы. Очень часто, по крайней мере, раньше организаторов конференции можно, они не дают этот пресс-лист сами, но их можно было запросить в пресс-лист, и они его давали. То есть можно было условно за день до конференции раздать всем персональные приглашения, всем изданиям или стримерам, которые вам интересны, и пригласить их на стенд. Сейчас немножко сложнее, потому что в том же Кёльне нам полировали GDPR-ом пресс-листы, сказали, что они не могут шарить эту информацию теперь, но они будут думать, как это можно сделать. Ну вот на IGX можно было попросить организаторов сами написать письмо. Ты им составляешь письмо, а они его рассылают. У них было PR-агентство, и можно было скатачиться с PR-щиком, который за тебя вправлял твой пресс-релиз. Да, записывайте все, что вам говорят по поводу игры. Это не всегда длинные комментарии, но все равно максимально собирайте фидбэк. Очень удобно иметь Google-форму на планшете, например. Кроме того, что в идеале записывать вообще на видеокамеру, как человек играет, как он что-то комментирует, какие у него там бывают косяки. То есть выставка – это всегда стресс, и вы потом можете просто не вспомнить какие-то вещи. Вы будете помнить, что что-то было не так, или что-то важное вам говорили, вы не вспомните. Поэтому даже если вы на телефоне своем дадите заполнить Google-форму просто с фидбэком, это вам очень поможет в итоге потом это все свести и как бы сделать мелодию. Вообще все записывать – это хорошая практика не только по поводу фидбэка, а вообще всего, потому что вы можете пообщаться с человеком, взять его визитку и через день не вспомнить чья-то визитка, потому записывайте все. Да, комьюнити. Мы уже, я не знаю, сколько раз сказали за счет того, что это время, когда можно начать строить комьюнити. Если у вас уже запрещена социальная сеть, есть на IGTV странице, что угодно, предлагайте людям добавиться. Вы можете там акцию кто-либо устроить, типа вот среди всех, кто зафоловит, там разыграть. Ну, старайтесь всех людей, которые вы увидели, что они заинтересовались, сразу же привлекать дальше. И важный момент про фоловит. У нас была пара кейсов на том же Еврогеймер-экспо, когда в Индии зоне были абсолютно белые стены, вот как эти. И был вот такой мешок с маркерами, и всем говорили, типа вы можете привести свой постер не больше А3, а остальное можете дорисовать для писания. Когда у вас заканчиваются визитки? Когда кто-то не любит брать визитки или выбрасывает их? Пишите хотя бы мелким на ваших постерах, на ваших креативах ссылки на соцсети. Название игры пишите. Каждый второй делает крутой арт на А2, А3, и не пишет название игры на нем. То есть не пишет ссылки на сайт. Человеку как раз удобнее сделать фотку, и все, оно у него точно останется. Он не потеряет эту визитку, он еще что-то там не забудет, и он не будет вас, если тут еще могут быть трудности перевода, если это не локальный веб, да, не будет расспрашивать там, куда, как его пройти, в чему-то. Это очень важно. Вообще в оформлении нужно использовать максимальное количество каких-то сильных сторон, которые у вас есть. Мы вот на IGX, на тот момент, когда мы выставлялись, уже были ролики Markiplier'а и IGX-отекая, мы просто их цитаты маркерами на стене вокруг написали. Мерч, да. На VTC-конференции бегают люди, собирают гуд. Все, что… Плохо лежит. Да, все, что вы можете использовать по поводу игры, все, что клево выглядит, сделайте. То есть, ну, там, нету бюджета, можно придумать там хоть какую-то складную из бумаги и фигурку. Что угодно. Вам нужно… В основном, это то, что несет ценность, да? То, что человек не выбросит с этим мешком макулатуры, которые мы дали с этой сумочкой на входе. В конкурсы активности, опять же, тоже способ выделиться. Тот же розыгрыш чего-то за подписку, тот же там розыгрыш за… Слушай, человек поиграет, оставит отзыв. Очень очевидная вещь, которую многие люди, которые шоукейсят мультиплеер, но игру не берут в расчет, турнир делать. Очень круто работает. Вот я сколько ни видел на ивентах, если там игра 2-4 человека, или даже если просто хардкорное что-то на одному, делайте турнир. То есть человек пришел, поиграл, получил свою запись в турнирную таблицу, и он к вам еще и вернется узнать результат. То есть вы его инвейджите 2 раза, при этом ему еще и интересно самому вернуться к вам. Очень классная работа. Да, ну и тут, в принципе, желательно, чтобы в этих конкурсах призы были как-то все равно в тематике. То есть вот балды iPad разыгрывает. Не-не-не, вы поняли. Откуда? Деньги. Поэтому все это разыгрывает. Да, это мы все показываем. Вот. Возвращаясь к изначальной мысли, приезжайте подготовленными. Поездка на конференцию стоит дорого, билет стоит дорого, проживание стоит дорого. Ну, как бы, там, за цену даже минского DevCam можно там оплатить программиста. Месяц не было. Вот. Потому, раз уж вы там тратитесь на поездку или будете тратиться, старайтесь максимально использовать эту возможность. Ссылочки. По первой ссылке events for gamers можно посмотреть в ближайшие конференции. Таких сайтов уже на самом деле несколько. Это просто как наш самый важный совет. Когда у вас есть на руках, условно, уже какой-то рабочий билд, да, и появляются какие-то первые задачи, там, показать его издателю, собрать фидбэк или собирать core-комьюнити, не поленитесь вот найти этот сайт или другой какой-то со списком игровой конференции и составить себе roadmap на год. То есть вы просто просматриваете условное описание всех ивентов, их географию, их стоимости и вычеркиваете то, что вам не подходит. В результате там обычно остается два-три ивента на год. И, в принципе, для начала этого достаточно. То есть главное, чтобы вы понимали, зачем вы туда едете, и вы уже четко как бы определились, да, что здесь вы можете поймать какие-то пик-партнеры, а здесь вы можете получить такой вкусный. И следует этому почитать эти ивенты. Почему вот так тупо гамосфитераком и реддитком? Потому что на реддите есть чудесные сабреддиты по крупнейшим ивентам. Там есть по паксу сабреддит, по еврогеймер-экспо, там тусят организаторы. И там можно заранее задать интересующие вас вопросы типа, а пришлют ли мне приглашение в США? Потому что это не написано, когда вы покупаете эростэн. Там можно узнать про те же вечеринки, про еще что-то. То есть как минимум почитать по смарт-эму тех, кто туда уже ездил. То есть вы можете условно зайти, почитать чужой опыт и понять, стоит ли доехать вам прежде чем тратить. И Eventbrite – это вот эти все вечеринки, о которых вы говорили. Также смотрите Facebook. Очень классная история. Facebook вам часто подсовывает ивенты, на которые ваши друзья, которые рядом с вами, собираются. То есть, как правило, на конференции кто-то кого-то хотя бы как-то знает. И если кто-то из ваших друзей гонит на какой-то закрытый ивент, Facebook вам, скорее всего, его подсудят. И вообще, если вы уже познакомились с какими-то людьми, которые в индустрии чуть дольше, чем вы, максимально старайтесь их попросить, если нужно с кем-то познакомить, нужно куда-то провести на какой-то ивент. И просить их это сделать, потому что networking мешает. Да, у нас за три года не было ни единого отказа, когда мы попросили кого-то из более опытных коллег вообще или в своей области познакомить нас с кем-то в другой конференции, рассказать нам, кто продает трафик по Рикшаре и еще что-то, или дать проходку на ивент. То есть этот Берлин, вот Войтнайс Берлиня был недавно, он был вообще удивительный в этом плане. То есть там люди просто не знакомы, люди друг с другом знакомились. То есть я даже такого не видел концентрата вообще. То есть никто не жадный. Люди понимают, что как бы чем больше растет индустрия, она маленькая в плане количества людей, как это ни странно, она достаточно маленькая. И все друг друга ознакомят, потому что от этого не имеет какой-то профиль всем. Поэтому не стесняйтесь вообще. На конференции в общем-то все туда ездят с нетворкингом, и это совершенно нормальная тема там в очереди за кофе. Такой привет, чем ты занимаешься? А потом да, нас спрашивают, а давайте вы нам поможете купить студию в Украине? Ну, то есть вы никогда не знаете, какая работа перед историей. Максимально ознакомьтесь с ними. Да, это мы все спрашиваем. Вот, если что, пишите, мы нам всегда готовы помочь, посоветовать. У нас тоже сформировался какой-то список партнеров. Мы тоже можем познакомить с кем-то. Мы были на очень многих как бы, да, мы как минимум сможем сразу отсечь по какому-то запросу, скажет он туда ехать или нет, оценить бюджет там как-то. То есть нам это несложно сделать. А сейчас, если у вас есть вопросы, мы можем ответить на ваши вопросы, и если что, можем просто подробнее про какой-то ивент рассказать, если кому-то интересно. Или после. Да. Задавайте вопросы. Спасибо. 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 А какие конференции, где собираются какие-либо разработчики, есть? Ну, летом в июле будет Games Gathering. Он же вроде B2B, да? Да, он B2B, но… Ну, как показывают опыт Games Gathering в Киеве, там в целом вон в метро можно было поиграть, и сюда приходила много аудитории, условно непрогренный, да, то есть, ну… 2500 человек было, да, в декабре, но там условно Game Devil было полторы. Ну, возможно, из-за того, что это первая такая большая конференция, то туда все сойдутся и вы… Ну, да, условно, потому что нет, у нас B2C это было только B2G, да, в Киеве, и, честно говоря, его качество немножко огромное. То есть, поме-кон должен вот в этом году быть намного интереснее и в плане прийти поиграть в игры и вообще-то и кусок. А если брать вот из ближайших, то это вот Eurogamer Expo, он есть в онлайн, ну, в Берлингеме, как правило, проходит, и в этом году был первый раз в Берлине. И… Там есть бесплатные стенды для инди-разработчиков. Да. У них есть программа, которую Sega спонсирует. Я не помню точное название. В общем, там можно заиплавиться, если вас отберут, вам выдают несколько шум-кейсов, все породование, да. То есть, по сути, вам нужно купить не за ER за 100 евро до Берлина, а туда и назад. И как бы жилье там тоже не дорогое, а пользы от этого будет довольно много, потому что там есть вся профильная тресс европейская. И опять же, возвращаясь к вопросу организаторов, уточняйте все по проходу по стенду заранее, потому что я вот когда в Eurogamer Expo приехал, я уже стоял перед воротами срочного центра за час до открытия выставки и понял, что у меня никакого билета нет. У меня просто есть имейл с организатором, ну, вот такие, там, из дела, которые охранник не очень впечатлил. Но европейские конференции организованы не так строго, как наши, и я просто выводил дяденьку, который все время и сказал, что я на стенде работаю. Это, кстати, важный очень момент. Все, кто были на шоукейсе, там, на дедгаме, на девизлезеринге, на SND-шных конфах, очень, как бы, прошу вас, не думайте, что так везде. То есть то, что делают там Харуцкий и Лерика, они делают это настолько, ну, я не знаю, идеально с точки зрения организации, как бы плохо это не могло прозвучать. Если у вас есть какая-то проблема, вы подходите к любому из органов на дедгаме и ее решать за пять минут. Если у вас есть проблема в США на выставке, ну, в течение пяти часов они найдут того, кто может ее решить завтра. Просто будьте к этому готовы. Это очень важно, потому что у нас, вот я лично с этим столкнулся, я был очень удивлен. Например, я не мог монтировать вот эту диодную ленту на стенд, потому что у меня нет лицензии на эту деятельность на территории США. Это должен делать специальный монитор, который в этом экспо-центре работает. Чтобы его мне нашли, я прождал два часа. Потом еще два часа он возился с ленточкой вместе со мной, конечно. Вот. В итоге ребята, которые просто приехали из Отвентера, тоже из Киберя, они приехали посмотреть на свой стенд перед застройкой и просили не вешать им рамки под мониторы. Рамки были повешены, весь АК-арт был закрыт этими рамками. Они хотели их снять, но у них не было ключа. Они запарковали машину на два часа, потом пошли еще на два часа доплатили, потом еще на два часа доплатили. Пришел дядя, открутил четыре гайки и снял. Это очень плохо работает в Европе и США. Поэтому будьте бдительны и все вот эти какие-то организационные моменты решайте заранее. Лучше вообще приезжать навсегда за день до конференции, это, кстати, тоже важный лент-факт. Мы так первые разы не делали, потом поняли, зачем так люди делали. Лучше приезжать за день до конференции. Вы, во-первых, будете живой на следующий день. Если три пати пройдет скромно, вы сможете посмотреть на веню, на застройку, посмотреть там условно, где ваши стенды т.д. и т.п. То есть даже если, например, вам с утра будет плохо, для вас это все не будет новинку, вы будете там знать, куда идти, как минимум. Как максимум вы можете уже разложить свой стенд, если веню уже застроен. И вам разрешают это сделать организаторы со спокойной душой прийти вовремя с утра, а не на два-три часа раньше. То есть как бы лучше всегда все заранее, потому что налоги что. А вдруг вот будут важные контакты на трипаде и не пойдете спать в полночь. Вот так. Еще вопросы? Тогда спасибо. Если что, задавайте вопросы, пишите нам на имейл или ловите вас здесь. Спасибо. 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 Спасибо.